Всем привет! С вами Наталья на своем канале Сад и Огород. Круглый год. И сегодня заготовки на зиму. Что я сегодня делаю? А я сушу перец. Вы знаете, перец сушеный, он очень вкусный. Он очень ароматный. То есть, это такая концентрация запаха. Мне кажется, даже свежий не так дает, как сушеный перец. Супы, борщи, другие блюда, куда мы добавляем, они действительно украшают, запах улучшается намного с этим перчиком. Можно его купить. Вот у меня перчик уже есть сушеный. Вот такой вот. Он темненького цвета встает. Он не алого цвета такой, как на самом деле. Он темнеет, но потом уже в своих блюдах он приобретает, в общем, красивее становится. Цвет красненький. Можно купить сушеный перец. Его же много сейчас продают. Но если у меня есть свой перец, если я его выращиваю, почему бы не высушить свой? Не знаю, мне своем нравится больше. Итак, для того, чтобы высушить перец, надо иметь сам перец. Вы можете его вырастить сами, можете его купить. Но что нужно помнить для того, чтобы экономнее, можно сказать, высушить? Ну, во-первых, перец, вы видите, вот такой некрасивый у меня, да? Потому что перца, я вам показывала, у меня много сортов красивых. Толстостенный, ну, для сушки я беру, в общем-то, не кондицию. Уже маленькие перчики и обязательно тонкостенные. Толстостенные перцы я не беру. Я беру тонкостенные. Они сушатся быстрее. И вы знаете, я читала когда-то, что тонкостенные перцы, вот они как-то и предназначены лучше для сушки. Вот такой вот тоненький перчик. Ну, значит, тонкостенный перец, как я сказала, нужно для сушки. И даже тонкостенный, посмотрите, вот он у меня как бы, ну, вяленький. Я свежесобрал его, никогда не сушу. То есть, он у меня полежит с недельку, наверное, вот этот перчик. Он немножко, с него испарится уже эта влага, для того, чтобы в сушилке он быстрее сушился. То есть, и, как я сказала, не кондиция, не красивые перчики, корявые. В общем, вот такой вот перчик у меня идет в сушку. Вот мой перчик. Так, это уже высушенный. И я уже показывала свою сушилку, вот такую вот электросушилку. Я очень ей довольна, ей 4 года. И я много чего сушу в ней. Вот наши круги, где у меня вот нарезан перец. Ну, в данном случае у меня 3 круга нарезаны, вот этого перца. Что нужно помнить, когда вы сушите в сушилке? Не надо плотно раздавлять, чтобы вы не сушили. Если у вас очень-очень плотно, да, ну вот я сейчас вот так вот собью этот перчик, хоть можно было бы разместить плотнее, да, вот так вот. Я бы его так дольше будет сушиться, и, в общем-то, займет больше времени. Поэтому лучше реже, лучше реже, вот так вот, как я вам показала, вот так вот, чтобы через эти дырочки проходил воздух, и перец тогда сушится быстрее. А уже когда он немножко подсушивается, тогда я уже, ну, из 3 дисков, да, вот этих вот, могу на 2 разместить, чтобы быстрее. Потом уже, когда уже подсушены почти до готовности, вообще складываю на 1 диск, и сушится 1 диск. Ну, а пока сейчас вот у меня 3 диска, да, вот они сушатся, их 5 штучек. Периодически, ну, прошло минут 20, да, я взяла, сняла вот такой, поставила средний внизу, а тот, который был внизу, положила его сверху, поменяла. Опять так, это у меня уже освободился, укрыла крышечкой, и периодически вот такие вот 20-минутные перевертыши я делаю. Для того, чтобы равномерно, потому что греет, сушит лучше, конечно, нижний слой, чем верхний. И мы периодически меняем, и тогда равномерно у меня сушится перец. Как я сказала, уже рассказывала, что здесь написано, что, сколько сушится по времени, но я этого не придерживаюсь, потому что, в общем-то, зависит от того, мелко нарезала, крупно, толсто, тонко, как выложили в том кругу, плотненько или не плотненько. Поэтому вы смотрите просто по саму овощу или по фруктам. Ну что ж, перец сушеный очень вкусный. Если у вас есть сушилка, сушите сушилки. Нет, может быть, на солнышке у кого-то получается летом. Но вот сейчас осень, осенью не высушишь на солнышке. А как раз он сейчас дешевый, можно купить у кого нет даже своего огорода. Ну что ж, с вами была Наталья со своим сушеным перцем. Я желаю вам всего самого наилучшего. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и будем с вами встречаться еще не раз. Всем пока!